МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационный выпуск Панорамы. Здравствуйте! Меня зовут Денис Передонов. О самых актуальных событиях из жизни Алмазного региона расскажем прямо сейчас и коротко о главном. Денег не жалко. Несколько авиаэнтузиастов специально купили билеты на последний рейс Ту-154. Родится ли истина? Мирненцы спорят о репертуаре местного театра. Разделились на два лагеря. Ноги от ушей. Хозяева мини-фермы в Якутске разводят африканских страусов среди коз и удок. И к первой теме. Люди с нехваткой витамина Д больше подвержены заражению COVID-19. Это выяснили испанские врачи. Медики объясняют это тем, что молекулы витамина подавляют воспаление в сосудах, сердце и других органах. Воспаление представляет главную угрозу для жизни зараженного коронавируса. При этом самостоятельно покупать в аптеках витамин Д без назначения врача не стоит. Переизбыток вещества из таблетки может вызвать негативные последствия. Поэтому лучше получать его из здоровой пищи. Есть побольше рыбьего жира, яиц, говяжью печень. К слову, ловить солнечные лучи на прогулке тоже приветствуется. А поскольку в республике световой день сократился, якутянам особенно стоит подумать о профилактике и безопасности своего здоровья. Две недели подряд число заразившихся не падает ниже 170 человек в сутки. Напряженная эпид-обстановка остается не только в Якутске, но и в Нюрбинском и Мирненском районах. В центральных больницах стали применять анализы ИФА и ИХА. Это даст возможность нам, опять же, и увеличить и количество тестируемых, и, соответственно, качественно улучшить и работу по последующей доставке анализов для того, чтобы исследования были проведены в тех точках, которые определены по республике как точки сбора анализов. Для западной группы районов это Мирненский район, для южной группы районов это Алдан и Нерюнгри, для всех северных районов и центральной группы районов это город Якутск. Пережившие инсульт якутяне смогут пройти бесплатную реабилитацию в Москве. В Федеральном центре мозга и нейрохирургии России появились квоты, которыми могут воспользоваться пациенты из республики. У пациента должны быть определенные показания врачей, плюс медполис, копия паспорта, снилцы, выписка из стационара, в который человек попал с инсультом или нейрохирургической патологией. Документы необходимо отправить по электронной почте и адрес на экране. Пациенты попадают на реабилитацию в течение 1-2 недель после рассмотрения их кандидатуры и получения положительного результата по госпитализации. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 800 505 07 76 или на сайте fccpi.rf. Министерство финансов России разберется с субсидированием авиабилетов в Якутии, чтобы изменить сегодняшнюю ситуацию, когда 70% расходов аэропорта региона закрывают за счет коммерческой деятельности, а основная доля ложится на сборы, то есть на кошельки авиапассажиров при покупке билета. А в этом на встрече депутатов одной из фракций министру финансов России рассказал парламентарий из Якутии Федот Тумусов. Он напомнил, что в свое время с целью сокращения аэропортовых сборов были созданы федерально-казенные предприятия аэропорты Севера. На деле это никак не сказалось на стоимости авиабилетов. Чтобы лететь, например, в Средний Колымск, нужно потратить 35-40 тысяч рублей. В парламенте Якутии решение этой проблемы видят в субсидировании авиасообщения с отдаленными районами республики из федерального бюджета. Напомним, что в России субсидируют лишь межрегиональные авиаперевозки. Внутренние перевозки – дело субъектов. Тем не менее, рассмотреть проблему более детально в Минфине согласились. Надо посмотреть возможные ресурсы, которые позволят снизить аэропортовые сборы, но без ущерба для работы предприятия, прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов. С субсидиями или без них, но улететь из алмазной столицы в другой город на самолете Ту-154 пассажирам не удастся уже никогда. 28 октября в завершительный рейс отправился последний лайнер этой серии по маршруту «Мирный – Новосибирск». Вместе с остальными пассажирами летела и наша съемочная группа. Материал Руслана Фаткулина продолжит тему. Последние приготовления перед вылетом. Авиатехники спешат проверить все системы, стюардессы подготовить салон. Вроде бы все как всегда. Только вот большинство пассажиров еще не подозревают, что через минуту в небо их отправит ни много ни мало. Легенда. Из аэропорта «Мирного» на заслуженный отдых отправляется последний Ту-154. Таких в гражданской авиации страны больше не осталось. И все же несколько авиаэнтузиастов даже специально приехали в «Мирный», чтобы попасть на рейс, который войдет в историю. Я узнал о том, что будет этот рейс буквально пару дней назад. Я в тот же самый день купил билет. Я из Петербурга поехал в аэропорт. Ну как вообще, один из ярких и интересных самолетов в нашей истории, считаю. И один из самых красивых вообще. Поэтому, конечно, интересно на нем слетать. Вот я специально выбрала места еще во второй половине, чтобы посмотреть, как механизация работает. Авиатехники говорят, каждый экземпляр Ту-154-го устроен одинаково, вплоть до винтика. И добавляют, но у каждой машины своя душа. Вот эта данная машина 85757 является самой любимой машиной. Она нигде не подвела. Ну, в плане чартерных рейсов выполняли международные полеты. В том числе Маврикия, Кипр, Бельгия. Нигде машина не подвела. Поэтому она самая любимая у меня есть. И вот Ту-154-й навсегда покидает полосу родного аэродрома, прощаясь с ним своим фирменным звуком двигателей, который не спутаешь ни с каким другим. Свой первый рейс самолет такого типа совершил 48 лет назад, став самым массовым пассажирским реактивным авиалайнером СССР. 154-й по сравнению с тем же 134-м был тише, почти в два раза вместительней и надежнее. Созданный дальнемагистральным, он стал выполнять рейсы за рубеж. Даже его шасси специально спроектировали так, чтобы самолет смог разворачиваться на самых узких заграничных ВПП. Командир судна Александр Лешкевич говорит, списывают машину рано. Мол, полетал бы на ней еще. Серьезный самолет. Очень жаль, конечно, что он уходит. Своё он не доработал. Ну, в принципе, все. И те, которые порубили уже давно и убрали, они все не доработали. Ресурсы у них еще не менее. Коллеги его поддерживают. На такой самолет можно положиться. Не раз выручал экипаж в небе. Были отказы. Отказы двигателей, каких-то систем. Ну, здесь очень большой резерв, запас. Поэтому всегда полеты заканчиваются благополучно, безопасно. Спасибо конструкторам. Предусмотрели очень многое. И действительно машина получилась очень хорошая, комфортабельная. А вот современному поколению пассажиров, похоже, не так грустно. Говорят, сейчас главное – комфорт. Наверное, мне все-таки удобно «Боинг». Ну, в плане сейчас уже современного, что там зарядные устройства есть, какие-то побольше места. Хотя сейчас я удивлена. Очень достаточно места. Билеты сохраните на память? Они электронные, а посадочные – сдаешь. С ними не согласны бортпроводники. Ирина Васева на этом лайнере в небе уже 14 лет. Говорит, привыкли к нему, как к своему дому. Ту-154 – он такой большой дом. У него очень комфортно. Здесь мы всегда собирались со всей бригадой на кухне. Немного грустно на душе, конечно. Мы все очень самолет этот любим. Поэтому нам немножечко грустно. Три часа в пути пролетели незаметно. Аэропорт Новосибирска встретил самолет мокрым снегом с дождем. Пилоты говорят – добрый знак. Именно эта пушка теперь, скорее всего, навсегда останется здесь, в аэропорту Толмачева, Новосибирска. Ее коллеги еще послужат. Сейчас они состоят в вооружении военных России, Китая и Казахстана. Поэтому говорить о том, что эпоха Ту-154 завершилась совсем, наверное, пока преждевременно. Руслан Попкулин, Роман Ларин, телеканал «Албазный край». Вопиющий случай в Ленске. Мужчина почти две недели хранил домотруп. Тело обнаружили полицейские. Хозяина квартиры арестовали. Как выяснилось, 10 октября обвиняемый в убийстве выпивал соседом. Он уснул. И уже его мама составила мужчине компанию. Не обошлось без ссоры. Женщину несколько раз ударили ножом. От полученных травм линчанка скончалась. Ее родственники думали, уехала к сестре. По крайней мере, в этом их убедил арестованный. На протяжении 13 дней подозреваемый неоднократно предпринимал попытки совершить суицид. Уходил в лес, но возвращался в свою квартиру, где находилось тело соседки. 23 октября к нему прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили тело и доставили мужчину к следователю. На допросе он признался в совершенном преступлении и дал следователю показания об обстоятельствах его совершения. В подразделениях компании «Алроса» за последний месяц произошло 36 опасных случаев. 20 по вине сотрудников. Они нарушили правила безопасной работы. Для одного из работников Нюрбинского ГОКа нарушение закончилось повреждением грудной клетки. Мужчина проходил по неплановому маршруту и упал в канаву. На данном участке работникам было запрещено там ходить. Случай произошел, когда снег уже выпал. Как выяснилось, сотрудник был еще и в летней обуви, при том, что имел зимний комплект. По той же причине еще один сотрудник сломал ногу. А в МТП водитель ремонтировал колесо. Рычаг, которым пользовался мужчина, отлетел и рассек ему бровь. В Айхальском ГОКе на рабочей машине сотрудник въехал в вахтовый автобус. Пассажиров в нем не было, пострадала техника. Сотрудники промышленной безопасности отмечают. Зачастую работники сами не соблюдают простые правила труда. Поставить противооткат при заправке, посмотреть в зеркало заднего вида, чтобы не столкнуться с напарником. Все это, как говорят сами сотрудники, мелочи. Эти мелочи могут стать серьезной угрозой жизни. Власти Якутии не допустят закрытия Мирненского театра. Об этом сообщил пресс-центр республиканского Минкульта после того, как на совещании при Владимире Путине обсудили слияние двух театров. Ведомстве объясняют ситуацию так. Переход Мирненской площадки под крыло старейшего на Дальнем Востоке театра. Не оптимизация. Объединение поможет вернуть зрителя, обеспечить финансовую прозрачность и навести порядок в учреждении. А решение это было выработано не в один день. Из Мирного поступали неоднократные жалобы на качество и тематику спектаклей. В Мирненском театре сегодня практически полностью отсутствует репертуар на основе нашего главного богатства – классики. Нет работы из классикой зарубежной, нет сильного школьного репертуара. Сегодня мы уже изучили действующий репертуар, однозначно он нуждается в пересмотре. Сейчас мы общаемся со зрителями, будем проводить изучение их потенциального запроса для внедрения. Я подчеркиваю, спектакли разных жанров. При этом, безусловно, то лучшее, что есть в Мирненском театре, будет сохранено. Прокомментировал директор Русского драматического театра имени Пушкина Александр Лобанов. Споры о репертуаре в Мирненском театре возникли и в комментариях в инстаграме «Алмазного края». Не знаю, как насчет объединения, но репертуар однозначно сменить пора. Позорящих же убрать, добавить сказок и спектаклей из школьной программы. А что позорящего? Нецензурная лексика, так это достаточно распространено в спектаклях разных театров. Меня, к примеру, зацепил спектакль, заставил задуматься о количестве одиноких и ведомых людей. И о многом другом. Знаю очень многих, кто не согласился бы с вами. Лучше бы за репертуаром своим поработали, а то такое здание ничего толкового. К слову, пока театр приостановил пока спектакль из-за распространения коронавирусной инфекции, но посмотреть на одну из их постановок зрителям «Алмазного края» все же удастся на выходных. 1 ноября в 19.15 в эфире телеканала покажут спасти камер юнкера Пушкина. Этому спектаклю отдали предпочтение большинству участников голосования. Оно проходило в инстаграме медиакомпании. Якутию признали самым читающим регионом. Республика победила в одноименном всероссийском конкурсе. Он проходил весь год. Якутияне представили проект «Читаем вместе». Благодаря нему в 2020 году в регионе провели более 15 тысяч литературных мероприятий. Авторы проекта уверены, через 4 года активно читать будут 76% жителей Якутии. А есть ли книгоманы в Мирном? Корреспондент «Алмазного края» спросил у прохожих о книгах, которыми они сейчас увлечены. Скажите, пожалуйста, какую книгу вы сейчас читаете? «Черный обеликс», «Обелиск», «Дейл Корнеги». А до этого какие читали? «Богатый папа», «Бедный папа». «Энциклопедия спорткаров». Отлично. А из прочитанного, из последнего, какие еще произведения читал? «Мятная сказка». А кто автор? Честно, не помню. Никакую я книжку не читаю давным-давно уже. Подождите, у меня их три. Так. Этот «Ермак» первый читаю. Потом второй «Ермак», тоже «Ермак», но современного писателя. Как бы там фэнтези. И вторая «Психология». А что из «Психологии» я не помню. Не, не так книга, я болею. Герои нашего следующего сюжета наверняка читают книги о зоологии. Жители Якутска развели необычное хозяйство. Среди уток, коз и прочих домашних животных на ферме растут африканские страусы. Яйца семья Фурасо закупила в Москве в начале сентября. И после 40 дней специализированного ухода птенцы вылупились. Сейчас они под чутким надзором своих человеческих родителей обитают в импровизированном вольере. В хозяйстве семьи Фурасо необычное пополнение. Здесь появились на свет три птенца африканского страуса. Яйца закупили в Москве в начале сентября. И после 40 дней специализированного ухода птенцы вылупились. Сейчас они под чутким надзором своих человеческих родителей обитают в импровизированном вольере. Пять лет назад эта вообще бредовая мысль пришла в голову. На тот момент стоял вопрос, каких страусов взять, африканцев или эму. Но человек, у которого мы брали птенцов, посоветовал научитесь сначала на австралийских. То бишь это живучее существо, которое, как говорится, как крыса неубиваемое. Ну в общем, мы пять лет тренировались, получается, на этих страусов. Но в этом году так подвернулось, знаете, вот бах в голову стукнуло. А почему бы нет? Поэтому решили попробовать африканцев. В первые семь дней птенцы не должны питаться ничем. Только с третьего дня они могут пить воду. Сейчас они начали клевать специализированный сбалансированный корм. Скоро семья планирует включить в рацион тертую морковь. Это не первый опыт разведения страусов. Первые птицы в хозяйстве появились порядка пяти лет назад. Ими стали вот эти вот австралийские страусы эмо. Они достаточно небольшие, всего лишь 170 сантиметров в высоту. Их африканский собрат вырастает до двух с половиной метров и может весить порядка 150 килограмм. Крестьянско-фермерское хозяйство семьи Фурасо обширное. От них только коз насчитывается порядка 30 штук. Помимо этого фермеры разводят уток, кур, гусей, индюков, фазанов, павлинов. Также содержат пони и даже лису. Сейчас семья думает над проектом будущего вольера для новых подопечных. Специально для африканских страусов к лету на территории фермы подстроят помещение для свободного выгула. В планах у фермеров также получить от редких для нашего региона птиц первое потомство. Петр Васильев, Джулстан Айкентев, Якутск. А закончит эфир зарисовка нашего телеоператора. Чтобы снять ее, домой пришлось уйти позже остальных коллег. В объективе романа Ларина «Вечерние мирные». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, эти и другие публикации доступны в социальных сетях «Алмазного края». Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok